Российских чиновников научат правильно общаться с людьми. Высшая школа госуправления РАНХИКС запустила специальный образовательный курс «Государство говорит», рассчитанный на региональных госслужащих. Российских чиновников научат правильно говорить с журналистами и обычными гражданами. Об этом РГ рассказали в самой Академии. Когда наступает пора выйти к людям и рассказать о своей деятельности, чиновник нередко оказывается некомпетентен. Фото, Петр Ковалев, ТАСС. Практически все программы в ЖГУ для госслужащих и бизнесменов включают модули по коммуникациям. Зачастую, уже во время обучения, наши слушатели осознают, что им не хватает знаний в этой области. Можно сказать, что запрос на формирование программы «Государство говорит» поступил от самих госслужащих во время обучения. Они понимают, что для эффективной работы с гражданами им необходимо уметь говорить простым и понятным языком, пояснил проректор РАНХИКС Алексей Комиссаров. Некорректные высказывания чиновников все чаще тиражируются в СМИ и соцсетях. И часто авторы этих реплик вовсе не хотели кого-то оскорбить, а просто не смогли правильно сформулировать свою мысль и донести ее до аудитории, говорит директор Центра современных коммуникаций в ЖГУ Лариса Катышева. Минус. Путин призвал чиновников не бронзоветь. По словам Комиссарова, курс состоит из четырех модулей. ПИА. Сопровождение положительных изменений. Кризисные коммуникации. Работа с текстом и коммуникацией онлайн. Программа рассчитана как на управленцев, так и на ПИА специалистов гаструктур. Экспертами и преподавателями программы стали известные журналисты, блогеры, бизнес-тренеры и пресс-секретари федеральных ведомств, рассказал он. Первым регионом, где стартовала программа, стала Новгородская область. Это была личная инициатива губернатора Андрея Никитина. По его словам, чиновнику важно уметь людям рассказывать о своих делах. Нет людей, которые прямо так и рождаются чиновниками. Как правило, молодой человек в 20 лет не предполагает, что когда-то станет, к примеру, министром дорожного хозяйства и транспорта. Никто не учит его тому, чтобы в будущем он давал комментарии по ТВ или проводил встречи с гражданами. Он занимается у себя в институте изучением свойств асфальта и бетума. И в команду губернатора он, как правило, попадает, потому что отлично разбирается в асфальте и бетуме, рассказал Никитин РГ. По его словам, когда наступает пора выйти к людям и рассказать, что ты делаешь, профессионал часто оказывается абсолютно некомпетентен просто потому, что этой части работы чиновника его никто никогда не учил. Так что приходится нагонять сейчас. Впереди реализация нескольких важнейших нацпроектов, каждый из которых должен изменить качество жизни людей. И нам нужно уметь рассказывать о том, что мы делаем, подчеркнул Никитин. Курс в Новгородской области начался в апреле и продлится 1,5 месяца. Слушателями стали члены регионального правительства, руководители министерств. Дом заседаний правительства Новгородской области превратился в студенческую аудиторию. Работаем мы только по выходным. Минус. Федеральные чиновники будут регулярно обсуждать с регионами нацпроекты. Еще один регион, в котором уже этим летом чиновники будут учиться по программе «Государство говорит» – Якутия. По словам Катышевой, в целом от субъектов уже поступает много запросов, и, как правило, от губернаторов новой волны, так называемых технократов. Они просят научить их команды правильно рассказывать о достижениях, грамотно вести себя в кризисных ситуациях, отвечать на понятном языке на обращение граждан, работать с соцсетями. По словам Катышевой, чиновникам нужно понять, что больше нельзя говорить и писать так, как они делали это раньше. Люди не воспринимают длинные тексты, и поэтому чиновничий язык нуждается в переводе, отмечает она. Кроме того, госслужащим важно не только научиться говорить, но и слышать. Мы даже хотели программу назвать «Государство говорит и слышит». Коммуникации – это информация в обе стороны. Чиновники должны обязательно выслушать. Эмоциональное напряжение периодически возникает именно потому, что у людей нет ощущения, что их слышат, что их эмоции замечают. Нужно уметь работать с эмоциями, подчеркнула она. Напомним, что ранее Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал всех тех, кто работает на государственной и муниципальной службе, чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги, и тем более никогда не допускать высокомерного отношения, ни уважения к гражданам ни в словах, ни в действиях. Власть – работа власти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова